Здравствуйте, дорогие телезрители! И здравствуйте, мои замечательные золотые подписчики на моем канале Голова Садовая. Я уже вся перемазалась, как есть, вся с головы до ног в земле, но я очень люблю вообще заниматься землей и растениями. Для меня это просто наслаждение. Продолжаем тему лука, как мы за ним будем ухаживать, когда он начнет расти. Вот представьте себе, что здесь очень большая зелень образовалась, да? Это у нас может быть даже начало июня. И что мы должны сделать, чтобы облегчить ему рост и образование луковиц? Почему вообще речь идет об этой культуре? Да потому что у нас хлеб это всему голова, потом картофель, который нам второй хлеб, а третье, овощ, который незаменим на нашем столе, это лук. Он нас лечит от кишечных всяких проблем, от всех вирусов и так далее. А еще и какой пищи становится вкусной, хоть в сыром, хоть в жареном, вареном виде. Что же нужно сделать для того, чтобы помочь луку образовывать луковицы? Вот посмотрите, вот представьте, что это зелень здесь, да? Ну представьте, нет у меня зелени, где ее взять. Забыла купить на рынке, чтобы вам уж совсем все показать. Значит, для того, чтобы луковица образовывалась правильно, чтобы там не мучили ее болезни, и чтобы гаденыши луковые мухи не имели возможности отложить туда яйца, и там не развивались личинки луковой мухи, нужно, конечно же, отгрести от луковицы. Вот для чего борозда нам понадобилась. Отгребаем все от луковицы в стороны, оголяя ее на две трети. Ну это я сымитировала, конечно, вы же это понимаете, но это будет именно так в июне месяце. И луковички будут, конечно, поменьше, потому что они еще в такой стадии будут пребывать. Отгребаем, убирая землю сюда на край и сюда в середину. Если не входит у вас эта почва, убирайте ее отсюда. Ну, в принципе, вот этот гребень можно оставить. Ничего страшного, пустой. Я вам покажу редиску посадить. Нельзя этого делать. И никаких рядов морковка-лук. Понимаете, что давно все уже не так, как было в природе раньше. Вы подыгрываете природе. Не надо с ней бороться. Что вы придумываете? Вот оно все правильно и понятно. Отгребли землю. А знаете почему? Потому что при вот таком положении луковицы на грядке у нас был гребень. Да не стало его. Да? Чуть-чуть земля должна быть опущена в эту сторону. Если оголятся даже корни верхние, страшного ничего нет. От прогрева солнечными лучами не смогут образоваться личинки луковой мухи. Понимаете, как это важно? И шейковой гнили тоже не будет. А еще очень важный момент. Когда солнышко, вот оно, вот он восход, да? Только взошло солнце. И в этот же момент в его лучах появляется красный спектр. И он начинает светить на все луковицы. Посажено должно быть так. На солнце грядка с луком однозначно. Без вариантов. Так, чтобы и на закате с этой стороны красный спектр луча, он тоже появится в лучах солнца. Обязательно освещал все луковички. Только тогда идет образование, рост луковицы. Помните, я же не сказки вам рассказываю. Это же многолетний опыт, это научные статьи. Это же люди, господи, боже мой, уже сколько веков все это исследуют. И приносят нам, чтобы мы этим всем пользовались. А мы уперлись рогами и делать не будем. Нет, будем. Если хотим вот такой красивый, такой сухой, такой чистый и долго хранящийся лук. Вы должны всегда обязательно прочитать на пачке. Или рекомендацию в магазине, где вы покупаете посадочный материал в виде севка. Что ему рекомендовано? Сколько дней он будет расти от посадки до полного созревания? Или там от всходов до полного созревания? И этим должны всегда руководствоваться. От этого зависят и поливки, и естественно, вот тот прием, которым я хочу вас научить. В моей руке появился нож, но можно пользоваться и лопатой. Значит, когда лук уже практически выглядит вот так на грядках, нам надо избавить его от излишнего количества влаги. Поступим так же, как с капустой. Только, ну там, да, вилок на бок и отрубили топориком или лопатой острой. А здесь придется, может быть, понагибаться. А может быть и лопатой получится. За 4 недели перестаем лук поливать. Только рыхлим. Все. Сухая поливка называется. А за 3 недели до полного созревания обязательно берем нож или лопату и подрезаем ему половину корней, опуская лезвие сантиметров на 8. Вот таким образом. Половину. Потому что половина корней еще будет подпитывать эти замечательные луковицы и подкармливать их, подпаивать. А вот что с ним делать дальше, как сушить и как его все-таки приготовить к долгому зимнему хранению, я расскажу вам в программах, которая будет уже летом или ранней осенью. На этом все и до свидания.